Для жителей областного центра тема благоустройства города всегда на повестке дня. Однако еще больше актуальности и значимости она приобретает в рамках празднования тысячелетия областного центра. Команда мэра города Александра Рогачука в 2017-м стала инициатором проведения фестиваля конкурса цветов «Краски Бреста». В 2019-м цветочный фест приобретет новые очертания. Участие в по-настоящему живописном, ярком и привлекательном мероприятии – еще одна возможность – сделать наш город самым красивым и ухоженным в республике. В этом году изменилась концепция проведения фестиваля данного и будет проходить фестиваль не только в парке 1 мая, но и в городском саду, и на набережной Франциско-Скарина. Интересно, чтобы все предприятия показали, на что они способны, какие идеи у них есть у города, где-то даже проявить себя как творческие люди. В этом году фестиваль не просто должен, он обязан засверкать яркими красками, которые так и будут манить и завораживать как бричан, так и гостей нашего города. Никто не останется равнодушным при виде оригинальных цветочных украшений. Не обошли стороной вопрос по благоустройству и учреждению образования. Средняя школа номер 17 для учеников и для преподавательского коллектива «Второй дом». А потому желание сделать так, чтобы вид учебного заведения привлекал оригинальностью и красотой цветочного колорита закономерно. Результат превзошел все ожидания. Это однозначно успех многолетней коллективной работы, которая таит в себе глубокий смысл. Все знают, что Брест празднует свое тысячелетие. Мы тоже очень хотели сделать подарок нашему городу, нашим детям, родителям, всем жителям микрорайона Граевки. Думаю, что получилось удачно. Нарисовав граффити, рисунок на стене, основная идея рисунка в том, чтобы дети поняли, что город – это и есть они, то есть город – это живые люди, и все, что в нем создано, создано людьми. И каждый из них может осуществить свою мечту. На участке работаем всем коллективом, помогают нам все, это и дети, и их родители. Большую помощь нам оказывают учителя, директор школы, помогает организовать всю работу. Но совместными усилиями мы добиваемся таких успехов, как вы видите. Создаем ландшафтный такой дизайн, различные клумбы, используем множество цветов, многолетников, однолетников, подцепной материал. Хотим, чтобы это было стильно, красиво. Но стараемся как можно лучше украсить нашу школу. Также не оставляют без внимания горожане скверы и парки, улицы и микрорайоны, которые с приходом лета не меньше нуждаются в особом цветочном преображении. С энтузиазмом и креативностью подключились к конкурсу «Краски Бреста» и предприятия. Белорусско-российская «Веставта» – одно из них. Большегрузный автомобиль с логотипом компании уже примерил цветочный наряд. Готовясь к конкурсу «Краски Бреста», мы решили свой символ воплотить вот в такой малой форме, которая является, как мы ее называем, машиной клумба. Делали эту конструкцию наши работники совместно с другими отделами, с разными отделами нашего предприятия. Мы украшали и ухаживаем за этими цветами. Красота спасет мир. И эту крылатую фразу подтверждает Брест. Каких только цветочных композиций не встретишь на улицах города. Пестрые и однотонные, экзотические, полевые. Разнообразие цветочной палитры радует не только гласную душу. Добавляют цветочные стилистики и инициативы городских администраций. В Ленинском районе организован конкурс «Цветы родному городу», в которых участвуют предприятия торговли и общепита. Наши пункты общественного питания, кафе, площадки торговые, летние. Они освечены, украшены цветами, украшены различными композициями, которые еще в феврале, месяце, марте разрабатывали, согласовывали. Каждый индивидуально согласовывали с архитектурой города, с нашим лошадным дизайнером. Мы утверждали, ну и вот получилось то, что мы сегодня имеем. Конечно, большую роль играет здесь и наше коммунальное хозяйство, коммунальник. Именно они занимаются основной рассадкой цветов. Среди тех, кто уже не в первый раз принимает участие в конкурсе Ленинской администрации, кофейня, расположенная на проспекте Машерова. Ледняя площадка в буквальном смысле завораживает красотой оформления и становится центром притяжения посетителей. Все потому, что ее руководителю не безразличен облик своего заведения. Людям нравится, это красиво. В любом случае, это красиво, зелено, когда у тебя за спиной. Ты сидишь в центре города, у тебя не машина ездит, а стоят клумбы с цветами. Я думаю, что это здорово. Было бы приятно, чтобы и другие присоединились к этой традиции. Потому что любой вход, любую группу входную можно украсить цветочками, можно украсить какой-то зеленью, неважно, деревом каким-то. Даже как традиция посадить каждому предприятию, человеку дерево, ну это будет здорово. Если еще и каждый будет ухаживать за этим всем, будет красота. Только совместными усилиями мы сможем встретить знаменательную дату в красочном и обновленном, чистом и уютном городе.